Итак, всем привет, с вами Допгай, мы начинаем играть за Германскую империю и пойдем мы в путь Круппа. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же начинаем и я. Подочиная, что это прохождение было заказано на стриме, если у вас вдруг будет желание, похоже, заказать какое-то прохождение, можете также идти на стрим, там все будет плюс-минус понятно. Чтобы стать Круппом, этой вот страной Круппа, нам нужно, во-первых, начать гражданскую войну, и затем уже там будет подробный гайд, как к ним прийти, поехали. И вот он, начиная с Черный понедельник, сейчас нам разблокируется фокус последствия, и мы начнем идти к гражданской войне, нужно ничего не предпринимать, в общем-то, этот путь, я думаю, так известен. Нужно здесь первый фокус с Черным понедельником, финансовые проблемы в колониях, нужно дать им столько ресурсов, сколько необходимо. Здесь дальше держим предприятия на плаву, дальше жертвы должны быть перенесены, и здесь нужно затянуть пояса. Банков, конечно же, нам не нужно. Они начинают рушиться, желаем им удачи, и отказываемся от экспроприаций. Революция в Польше, давайте попробуем этого не допустить. Ой, я пойду в Польше, забавно, что это не работает. С прорывством у нас политика свободная, давайте окажем полную поддержку. И вот она, экономика в руинах, уже вот-вот произойдет то самое падение Германии. Мы тут успели немножко фабрик еще подстроить. Работы на улицах. И вот она, красное утро приходит. Повторяется 1918 год. Объединенный фронт, ну и вот-вот-вот-вот уже произойдет тот самый подрыв. Уже почти добрался, но вот с каждого я там все почти-почти, но сейчас точно почти. И вот, раз с конечным фокусом, здесь мы уже, наверное, не успеем ничего сделать. Давайте поставим фокус, успеет доделать, хотя вряд ли. И вся наша армия должна быть поправильно распущена по указу последним правительством. И за революцию мы садимся. И прекрасным образом сейчас просто прокатимся по Германии. Нам, кроме того, еще хотят закинуть добровольцев, я не против. Тут, кстати говоря, в России тоже левые восстали любопытно. Но я думаю, нам со всеми левыми тоже не по пути. И мы можем просто зарашить по-быстрому все победные точки, потому что, известно нам, дивизии распущены. Мы даже еще линдлис можем получить. Слушайте, это прям прекрасно. Может, эти ребята тоже хотят нам дать линдлис? Было бы очень забавно, если да. У нас такое ощущение, что... Да, кстати, если лучше отношения не дадут, но я думаю, ладно, не будем уже слишком париться. А, они сами нам дают. Кайф. Крак респакта. У нас тут еще конвой надо выключить, чтобы не терять ничего на море. С нашей стороны не сыт, потому что мы все захватим. И... Только-только прибыли добровольцы, а мы уже победили в войне. Прекрасно. Практически без крови мы совершили нашу революцию. Я еще успел взять флот мид этой остази. Так что у нас, да, просто гигантский флот теперь. И вот оно, готово. Ставим фокус победа. Есть. И пока у нас, да, никакие фокусы другие не разблокированы. Надо даться выборов. На выборах нам нужно пойти вот в эту партию. И мы вступаем в интернационал. Прекрасно. Это, кстати говоря, даст нам некоторые бонусы. Которые мы должны получить общее исследование. А вот мы можем вступить в общее исследование. Это нам неплохо поможет. Конечно, это икзо бустит, но очевидно, что игрок бустится намного сильнее. Фронт Патагонии запрашивает у нас поддержку. Да, держите. И любопытный момент. Вот эти вот ребята имеются здесь по фокусам в русской версии игры. То есть, если вы ставите русификаторы. В примере, я поставил русификатор. То эти фокусы включены в него. Забавно. Но если вы выключаете русификаторы и запускаете игру на английском, то их здесь нет. Соответственно, может показаться, что будто вот эти фокусы включены и в базовую игру. Но нет. В русификаторе эти фокусы восстановлены. Забавно. Видимо, русификатор меняет не только язык. Так, все вроде подготовлено. И наконец-то мы можем провести конгресс и выбрать, кто у нас здесь будет править. И нам нужно СДП ГР. Поехали. Кстати говоря... Так, все ребята, да, те пришли. И поехали. Единственное правосудие. Радикальные социалисты. Здесь есть... Ага, похоже. Потрите. СДПГ-Р. СДПГ. Тут НГ написано. Видимо, описка или... Что? Итак, она готова. И мы теперь делаем социалистическую демократию. Да, в нашей стране будет демократия. И Британия вернулась на свои острова. В принципе, насколько я помню, это балансная фигня. Чтобы коммунисты не стали слишком сильные. Пускай так и остается. Я в целом не против. И у нас пошли наши экономические бафы. Мы, в принципе, вообще ничего кроме этого и не можем делать. Так что, почему бы и нет. И тут просто... Посмотрите, насколько много здесь минус ТНП. Это просто прекрасно. Но я начну слева, потому что здесь стабильность в неделю. И еще небольшие бафы. А тут именно просто ТНП и фактор военно-бязанного населения нам не нужно. Так что да. Я думаю, это чуть-чуть поэффективнее брать вот это первым. И в Америке началась вторая гражданская. Жидаемо. Пока мы туда, наверное, никак участвовать не будем. У нас, как бы, внутри куча проблем. Считаю, что нелогично, что мы сейчас без армии. Ну, как бы, у нас революционная армия. Да пойдем. И вот женщины тоже теперь могут выбирать. Прекрасное нововведение. Вот у нас и праворабочих появляется. У нас уже 31 ТНП. И это у нас все еще восстановление экономики происходит. А когда, товарищи, мы ее полностью остановим, что там будет, страшно будет нашим противникам на нашу экономику смотреть. И забавный факт, на Трансфамуре тоже левые. Я вообще ожидал, что будет побольше, наоборот, не левых, чтобы я побольше воевал, но... Стало много левых вообще. Они, скорее всего, объединятся из-за этого. Посмотрим. Кстати, я даже не уверен, на самом деле, что круг будет левым. Скорее всего, нет. Было бы нелогично. Но, а вдруг? И фокусы приятные. Мы здесь набрали кучу от минус ТНП. Типа, реально очень много. Это у нас еще и мобилизация слабая, не военная. И дебафы висят. И сейчас еще и плюс какие-то промку получим. И потом уже добавимся от дебафа. И получим еще дополнительные бафы. Стабильность недели бесконечная. Если еще у нас будет когда-то поддержка войны добавляться, то у нас, по факту, ну, можно будет анонсировать все, что угодно. А еще ост... А здесь стало что-то непонятное. Тут Япония везде появилась. Видимо, Япония взяла и захватила ее. И тут еще не пришло, Индокитайский союз остался. Точно странные границы. И Россия пошла в Советов. Советская социалистическая республика. Они реально, по-моему, объединяются просто потом по фокусам. Давайте даже проверим это. Красная из Гима. Нет, слушайте, они могут напасть сейчас. Хотя они могут и присоединиться сейчас. Тут все, как говорится, это... Как получится тут. Туда они нажмут, как говорится. Но, скорее всего, сюда. И все фокусы до этого готовы. Наконец, немецкое промышленное чудо. Реально сейчас будут чудеса с 0 ТНП, я чувствую. Уже очень-очень скоро. А еще я добавляю себе круп в производителя артиллерии. Чтобы вот эту артиллерию следовать, во-первых, побыстрее, во-вторых, с бафами. И будем заряжать нашу пехотку на очень хороший урон. И вот, ну, левый СР объединяет Россию. Они все-таки соединились? Да, они все-таки соединились. И вот нас передал. Ну, да, я помню тоже как-то раз этим путем играл. Достаточно сильно. В принципе, они уже объединились, так что... Да, сильно. А у нас, тем временем, всего лишь 2% ТНП. Какая демократическая прелесть. А сейчас будет 0. И вот оно, минус 8%. Прекрасно. Как это весело. И еще забавное число фабрик. Даже не знаю, что это значит. А еще ставим себе производителей истребителей. Но тут такие, знаете, я так понимаю, из русификатора интересные надписи. Поверим, что это на наши истребители. Все-таки проверить достаточно легко. Просто меняем что-то. И да, он здесь работает отлично. И мы можем, наконец-таки, новую армию сформировать. Пока мы ждем вот этого фокуса. Липкнет, Липкнехт, точнее, должен обидеть о своей ставке. Это точно, по-моему, через 100 дней, как было написано в гайде, после последнего фокуса. Я подозреваю, что это вот этот. Но я на всякий случай сделаю их, конечно же, оба. И пока что мы можем успеть чуть-чуть подключать армию и начать качать себе разведку. Потому что пока что нельзя было. А еще, я думаю, мы достраиваем вот эти вот фабрики и начинаем строить военные заводы. Потому что уже пора мобилизовать нашу экономику и переставлять ее на рабочие военные рельсы. К тому же, мы так будем строить очень все быстро. Я думаю, сможем достроить Германию в кратчайшие сроки. И у нас уже есть кое-какие танки почти что готовые. Нам вот буквально огнебушки исследовать. И уже почти готовые какие-то самолеты, которые тоже можно строить. То есть, есть куда инвестировать заводы. И самое главное, мы будем инвестировать очень много в артиллерию. Все-таки, мы идем в Круппа. Он, конечно же, будет лоббировать при имени артиллерии в дивизиях. И офицеры реабилитированы. Прекрасно. Еще нет доступного фокуса, так что делаем следующий фокус армия. Оплотные офицеры. Приятные небольшие бафы для нашей армии. Мы, кстати говоря, вышли из альянса, как говорится, интернационала. Но из их исследований не вышли. Все еще получаем от них бонусы. Это всегда приятно. Вот здесь, оп, и 30% бонусы из ничего получили. И вот он, он уходит в отставку по возрасту. Как раз разблокируя нам к концу этого фокуса новый фокус. Как удобно. Новый правитель, прямо сейчас есть, нету. Ничего, мы сделаем демократию. Вот оно, обещание демократии готово. Приходит у нас тут еще другой парень. Но нам нужно, чтобы победили вот эти ребята. НЛП. Рыночные либералы. Долго что фокус меняется. Прекрасно. Видимо, наверное, переставлял всяких... Советников. И мы переходим от того, от рыночного... Точнее, от нашего экономического чуда специально-рыночной экономики к нерегулируемому капитализму. Будет страшно. О, и что мы сделаем? Смотрите. Избавляемся от феминизма. Тут уверенно. Хотя я начал бы, наверное, с смены радикальных законов, чтобы себе ТНПС слишком быстро не задушить. И вот она, наша вторая артиллерия. Под бафчиком. Имеет плюс атаку. И нам бы стоило зарашить побыстрее в ракетную, чтобы ее тоже к себе добавить. Потому что круп, да, бафает и реактивную артиллерию тоже. Итак, отменили мы радикальные законы. Теперь у нас не права рабочих, а права работодателей. Звучит нормально. Отменяем феминизм. Сделаем наши первые средние танки. 13-ю стоимость. Такая уверенная. Наверное, единственное, мы подвыслили все-таки броню ему. Это сварная. Это чуть-чуть еще сделает его дороже. И да, мы идем в огромную противопехотную атаку. И 8 км, в принципе, это все достаточно дефолтно. Еще поставили крупа вот здесь вот. Потому что это даст нам плюс скорость строительства военных злодов. А именно их мы сейчас только и будем строить. Кстати, блин, было бы забавно, если бы группу можно было поставить везде, я бы так, наверное, так и сделал. И здесь, кстати говоря, так и есть. Кстати, может быть, мы это переставим. Так сказать, отыграем полностью. И переходим к полной приватизации абсолютной. Что должно быть приватизировано? Очевидно, конечно же. Как вообще до этого люди жили? Итак, помните, я говорил про легкое лабирменное артиллерии? Я думаю, легко это вот так. Все-таки делать только из одной артиллерии, наверное, все-таки не будем. Конечно, у меня была такая идея, но, наверное, я думаю, все еще ограничусь некоторыми, так сказать, законами логики. И да, теперь мне нужно намного-намного больше артиллерии, но мы над этим работаем. А еще, пожалуй, построим немножко синтетики. Потому что нам нужна, собственно, резина и нам понадобится топливо. Конечно, кайзер, если его буду где-то покупать, но все еще было бы неплохо иметь какое-то внутреннее производство. По крайней мере, точно резины. Приватизация готова. Вообще она дает больше дебафов. Хотя мне очень нравятся бафы на именно производство само. К тому же мы переходим вот от этого ТНП, так сказать, и постройки к производству. Кое-как это полезно, но в целом, конечно, ТНП на дистанции дало бы, наверное, побольше. И здесь просто берем сюда вот. Хотя у нас сначала будет минус стабильность. Давайте сначала возьмем минус стабильность и 250 баллики. Ух, это хорошо. Кстати, можно, наверное, поставить свободную торговлю, потому что все равно ресурсы, которых у меня не хватает, их у меня и нету. Те, которых хватает, тех у меня очень много. А бафчик этот будет нам очень полезен. Мы также начинаем потихоньку делать танковую дивизию. У нас есть одна вот эта. Торакс, говоря, не по этому шаблону. Окей, отлично. Тогда давайте ее распустим. Здесь просто есть легкие танки. Но, пятино говоря, нам эти легкие танки особо-то не нужны. Максимум, мы их можем запустить в разведку, если у нас будут просто лишние. Вот этим можно, если их штучек уже начать, обучать. Только в моторок у нас хватает, но средние танки, конечно, пока еще в производстве. Итак, мы тут немножко манипулируем, так сказать, партиями и делаем избирательный прок 20%. Таким образом, они не смогут просто никак высказывать свои позиции. Они просто не смогут дойти до каких-то тех самых мест, где можно что-то повысказывать. И вот здесь, если говорить, возьму, наверное, вот этого парня, атака и оборону артиллерии. И, самое главное, скидочка на производство той самой артиллерии. За сигаречих слайк я восстала. Я играл по этому пути, кстати. Она все время может победить, но, я думаю, бот, скорее всего, все-таки проиграет. Итак, мы договорились со СМИ. Теперь они говорят только правду, очевидно. И можно устроить в честь этого хорошую вечеринку. И в Африке пошла гражданочка. А я и не против. А тут еще смотрите, что пошло. Украинская держава зачем-то воюет. Тоже, видите, новые фокусы. Потом я, наверное, их изучу и посмотрим. Может, поиграем за них. Пока что я хотел бы сказать, как к нам прийти к левым. Но как-то гайдах не нашел. И разбираться, как была лень. И почему они выйдут в Румынии, это хороший вопрос. Кстати говоря, что они не в союзе с Болгарией. Но, ладно, допустим. И вот оно, вечеринка на память. Собралась вся элита Германии. И они тут придумали сделать неплохой план. Поставить свою диктатуру. И там, конечно, будут все самые лучшие в правительстве находиться. То есть все, кто находится в комнате. Пора положить конец демократии. Демократии. И вот он. Корпоративное немецкое государство. Выходим в корпоративную диктатуру. Тут у нас будут бафы на кучу всяких прикольных вещей. В ценном экономика. Что, несомненно, очень приятно. И меня сейчас успеет подбустить. Ну все это, ребята, в следующей серии уже. С вами был Добгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Не забывайте про Twitch, Discord, Boosty. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока.